Ваше превосходительство, уважаемые делегаты и участники, хочу поприветствовать всех на церемонию закрытия 18-го ежегодного форума по управлению интернетом. Меня зовут Ребек, и для меня большая честь быть ведущей этой церемонии. Перед тем, как мы перейдем к выступлению представителей многочисленных участников и разных сторон на церемонии закрытия IGF Киото 2023 года, у нас будет представление мастера каллиграфии, которая представит верховный жрец храма Киомизо, одного из самых известных храмов в Японии. Морисейхан, верховный жрец, родился в Киомизо в Киото в 1940 году. Окончив университет в 1963 году, он занимал разные позиции, в том числе позицию верховного жреца в храме Щинпукуджи и в храме Тайсанджи. И с 1988 года он является верховным жрецом храма Киомизо-дера. В Японии его знают за то, что он может писать единый канджи и является мастером этого искусства. Он победитель конкурса по написанию этого иероглифа. Сегодня он продемонстрирует нам написание единого иероглифа канджи, который представляет форум IGF Киото 2023. Давайте поприветствуем верховного жреца Морисейхана храма Киомизо в Токио. Морисейхана храма Кио. Морисейхана храма Кио. Морисейхана храма Кио. Хотел бы сказать несколько слов. Прежде всего, хотел бы поздравить форум управления интернетом, проводимый в Киото в 2023 году, которому удалось собрать представителей разных секторов, разных сообществ, представителей научных кругов и гражданского общества. Хочу поздравить вас с удачным и успешным проведением форума и с тем, что вы подошли к церемонии закрытия. Я поздравляю вас с этим замечательным событием. Я только что написал иероглиф. Это японский иероглиф Канджи, который означает «связь». Он связан по смыслу с иероглифом «дружба». Дружба и дружеская связь может нести и отрицательное значение. Это значение также может означать веревка, которая связывает ноги лошади и сковывает движение. Но при этом роглиф может иметь и положительное значение – связь между мужем и женой, семейные узы или связь между друзьями. Я хочу сказать, что опять мы увидели значительные изменения. В последние 12 лет, 11 марта 2011 года, в Японии произошло разрушительное землетрясение. Затем последовала цунами и авария на ядерной электростанции. Это действительно было стихийное бедствие, за которым последовала техногенная катастрофа беспрецедентного масштаба. И люди по всей Японии, и пострадали люди со всего мира, пришли к нам на помощь. Тогда слово «кизуна», которое означает «связь», часто появлялось в газетах, в телевидении и в интернете. Это слово означало «держаться за руки», «связь между людьми». Согласно опросу, который привела одна из компаний, количество использования слова «кизуна» увеличилось вдважды в СМИ по сравнению с предыдущим годом в это же время. Каждый год в конце года выбирается иероглиф года путем голосования, который организует фонд знания японских иероглифов канджи. Иероглиф 2011 года – это иероглиф «кизуна», «связь». Я этого ожидал. Тогда слово «кизуна» больше не использовали для обозначения связи между людьми, как, например, дружеская связь, связь между мужем и женой, как я говорил раньше. Вместо этого слово «кизуна» и иероглиф «изуна» стало использоваться для того, чтобы означать более широкие связи между людьми со всего мира. И я надеюсь, что когда мы говорим «кизуна», никто не остается за бортом. Иероглиф «кизуна» означает объединение и связь всех людей и взаимоподдержку. Это как раз то, что предлагает нам интернет. Основная тема этой конференции – это интернет для расширения возможностей всех людей. Все в этом слове соткано из связей. Вся жизнь в нашем мире и любая жизнь поддерживается жизнями вокруг нас. Я многого жду от интернета, потому что, мне кажется, интернет – это и есть одно из тех связующих звеньев, которые поддерживают наши жизни. В заключение я хотел бы поблагодарить вас за то, что пригласили меня на эту престижную конференцию, которая организована при участии Организации Объединенных Наций. Благодарю вас. Спасибо. Давайте еще раз поаплодируем Верховному житцу, господину Морисай Хан, житцу Шхрама Киямизу. Теперь мы выслушаем представителей из интересованных сторон, которые произнесут свое заключительное слово. Хочу поприветствовать господина Ватанаби Каичи, министра внутренних дел и коммуникаций. Господин Ватанаби, вам слово. Уважаемые гости, дамы и господа, добрый вечер. Меня зовут Каичи Ватанаби, министр внутренних дел и коммуникаций. Я вижу, что подходит к концу пятидневная программа форума IGF. Я хотел бы выразить благодарность Организации Объединенных Наций, а также всех тех, кто принимал участие в Японии и за рубежом, в подготовке успешной организации этого форума. Хотел также выразить признательность жителям Киота за их гостеприимство. От имени правительства, принимающей стороны, правительства Японии, хотел бы выразить благодарность всем правительствам, международным организациям, компаниям, инженерам, ученым, представителям гражданского общества и молодежи за участие в этом мероприятии. За прошедшие пять дней более 8 тысяч заинтересованных сторон со всего мира приняли участие в конференции как здесь, так и в удаленном режиме. Они приняли участие в огромном количестве тем, посвященных разным аспектам развития интернета. Я благодарен за это. Думаю, что многим из вас было полезно принять участие в платформных дискуссиях с теми, с кем иначе вы не смогли бы встретиться. Надеюсь, что когда вы вернетесь домой, обмен мнениями, который был в Киото, станет стимулом для вас и предоставит связующее звено дружбы, которое сохранится надолго. Интернет — это незаменимая инфраструктура для повседневной жизни, экономической и социальной деятельности. Среда, окружающая интернет, стремительно меняется. При этом тема IGF тоже будет меняться соответствующим образом. Например, генеративный ИИ стал одной из главных тем обсуждения за последний год и совершенно заслуженно был одной из главных тем форума. Благодаря подходу IGF с привлечением многих сторон, я считаю, что Япония внесла свой вклад в создание более продвинутого интернета. Убежден, что IGF продолжит оставаться ведущим мировым форумом для дискуссий и в ближайшие годы. В заключение надеюсь, что у вас остались силы и энергия насладиться городом Киото, японской культурой, кухней и гостеприимством. Спасибо за вашу напряженную работу в течение этих пяти дней. На этих словах хотел бы завершить свое заключительное слово. Благодарю вас. Спасибо, господин Ватанаби. Далее хочу пригласить господина Кадакава Дайсаку, мэра города Киото. Господин Кадакава, вам слово. Добрый день. Меня звать Кадакава Дайсаку, я мэр города Киото. Прежде всего, хотел бы выразить благодарность всем, кто присоединился к нам в Киото со всего мира на форуме IGF. Хочу поблагодарить всех за ваше активное обсуждение и спасибо за то, что вы делитесь информацией со всем миром из города Киото. Хотела бы также выразить благодарность всем тем, кто принимал участие в организации этого мероприятия. От имени принимающего города, города Киото, хочу выразить благодарность форуму IGF. Это самый важный форум в области управления интернетом. И я чрезвычайно рад проводить в нашем городе этот форум. Я рад, что нам удалось посвятить время обсуждению кибербезопасности, искусственного интеллекта, новых технологий в отношении управления интернетом. С этой дискуссией, я надеюсь, интернет продвинется дальше, не оставляя никого за бортом. И я надеюсь, что этот форум внесет свой вклад в это плохое дело и в дело достижения ЦУР. Киото был столицей Японии более тысячи лет. Здесь совмещена красота природы, традиционный ландшафт, в то же самое время новейшая технология. Вы можете посмотреть Киото даже в интернете. Но приехать сюда и своими глазами увидеть Киото – это совершенно другой опыт. Весной японское правительство силами Министерства культуры в лице Министерства культуры теперь присутствует и в Киото. Министерство культуры было перенесено из Токио в Киото. И впервые за 150 лет Киото можно опять официально назвать столицей культуры. И мы здесь видим присутствие организаций, которые продвигают японскую еду, японскую культуру и туризм на весь мир. Мы рады, что культура Японии, культура Киото становится известна во всем мире. Киото также известен как место, которое привлекает туристов. Однако, как житель Киото, я считаю, что очарование Киото – это не только его культура, но и инновационный подход нашего города. К примеру, в Киото производство продукции, такое, например, как керамическая продукция, существует и культивируется вот уже более тысячи лет. И керамическое и печатное искусство, а также технологии для керамики производства печатной продукции в Киото становятся все сильнее и сильнее. Таким образом, мы видим значение технологии для производства. Мы тысячу лет назад видели, какие картины и какие предметы искусства производят в Киото. Мы понимаем, что это искусство представлено и в буддизме, но, однако, сегодня мы видим, как представлено это искусство в таких компаниях, как Нинтендо, в технологических компаниях. Нинтендо, когда была основана, она производила саке. И мы видим, что и это тоже часть наследия Киото, производители саке. Я сам пью саке и рад видеть, что и здесь тоже пользуются технологиями для того, чтобы делать это производство более высокотехнологичным, более эффективным. Саке вы точно не попробуете в интернете, поэтому я рад, что вы физически находитесь в Киото и можете заняться дегустацией саке прямо здесь, в городе. Но при этом давайте все же извлекать пользу из того факта, что мы подключены к сети интернет. И давайте не забывать и тот факт, что Киото – это город студентов. Здесь у нас находятся 36 университетов и высших учебных заведений, здесь в Киото, и более 15 тысяч студентов. Мы приветствуем студентов из других городов и стран здесь в Киото. И сегодня здесь учатся и иностранцы. Это очень интерактивный город. Интернет играет большую роль в образовательном процессе. Я думаю, что если вас интересует Киото, то вы можете, уехав из города, продолжать получать информацию о Киото по интернету. Для тех из вас, кто проезжал в Киото много раз, я хочу сказать, что даже те, кто проезжал в Киото 5 раз и 10 раз, все еще могут открывать для себя что-то новое, потому что этот город может предложить много. В заключение хочу пожелать всем присутствующим всего наилучшего. Спасибо, господин Кадакава. Хочу пригласить госпожу Тережино Альвес Брита, представителю программ стипендий для молодежи. Госпожа Брита, вам слово. Ваше превосходительство, господин министр Коичи Ватанаби, уважаемые участники, дамы и господа и небинарные люди. Я рада обратиться к вам в последний день форума IGF. День, когда мы, наконец, привыкли к японскому часовому поясу. Меня зовут Тережино Альвес Брита. Я из Бразилии, из района Амазонки. Я адвокат и исследователь, а также стипендиат программы для молодежи, которая была запущена бразильским руководящим комитетом по интернету. И без всяких сомнений я хочу сказать, что без их поддержки я не смогла бы посетить этот форум, принять в нем участие. Поэтому я хочу подчеркнуть ценность инициатив для развития молодежи. В заключении IGF хочу сказать, что мне стало чрезвычайно ясно, что мы должны делать все возможное, чтобы бороться с стоящими перед нами вызовами. Тем не менее, я должна отметить, что я не вижу должного разнообразия и репрезентативности разных заинтересованных сторон на этом форуме, которые могли бы высказать разные точки зрения. Это важный вопрос. Это вопрос, требующий срочного решения. Говорим ли мы об управлении интернетом или о форуме IGF в целом. Наша борьба по поиску практических решений и по необходимости практических дискуссий определяет нашу устойчивость к вопросам, которые стоят перед всеми нами. И мы должны учитывать подход с привлечением многим сторон, подразумевающий разнообразие гендеров, рас, социальных классов, происхождению, культур и возрастов. Иначе мы не поймем разные точки зрения в этом вопросе. Во-вторых, не будет никакого свободного, открытого и инклюзивного интернета, если мы не решим вопрос изменения климата и не сможем минимизировать его влияние. Решение вопросов изменения климата чрезвычайно важно для защиты уязвимых слоев населения, таких как дети и молодежь, особенно на глобальном юге. Эти люди теряют свое наследие и свои дома. Мы в Бразилии сегодня сталкиваемся с крупными стихийными бедствиями, с сезонными штормами и засухами одновременно. Мы должны помнить, что виртуальная среда не поможет нам выжить, не поможет нам сохранить наше наследие. Голоса амазонки должны быть услышаны. Кроме того, нельзя забывать 2 миллиарда людей, которые все еще не могут принимать участие в этом диалоге. В 2023 году у них все еще нет адекватного доступа к интернету, и в основном эти люди находятся на глобальном юге. Это ответственность правительств, а также глобального сообщества найти ответы, которые помогут решить эту проблему, которая является результатом экономических и социальных неравенств. Мы, молодежь, люди будущего, нам принадлежит работа сохранения наследия вчерашнего дня. Но невозможно решить проблему, есть ли образ мышления не меняется. Это тот же образ мышления, который эти проблемы создал. Наступило время принимать решения. И в заключение я хочу призвать сообщества всемирной молодежи. Интернет, к которому мы стремимся, мы не получим просто так. Нам никто его не даст, мы должны его сами построить. Мы здесь, и мы никуда не уйдем. Благодарю вас, господа Брита. Теперь я хочу пригласить представителя Седрика Фролика, который возглавляет комитет по ИКТ в Национальной ассамблее ЮАР. Прошу вас, ваше превосходительство, господин Фролик, вам слово. Уважаемые директоры программы, ваше превосходительство. Уважаемые члены парламента, молодежь, женщины, представители ЛГБТ, дамы и господа. Прежде всего, позвольте мне поблагодарить организаторов и принимающую сторону за гостеприимство, оказанное нам в течение последних пяти дней. Эту конференцию можно назвать фестивалем идей и сотрудничества по важнейшим проблемам, которые стоят сегодня перед человечеством, в том, что касается, прежде всего, искусственного интеллекта. Действительно, дискуссия была очень конструктивной, касалась текущих тенденций и различных точек зрения, которые касаются искусственного интеллекта. Обращаясь к нам, его превосходительство, премьер-министр Японии, поделился своей точкой зрения на работу, которая проводилась в группе семи, и рассказал о хиросимском процессе. Мы, как законодатели, должны прежде всего проанализировать то, что делается в этом направлении. Скорее всего, это в скором времени приведет к созданию кодексов и руководящих принципов, которыми должны руководствоваться разработчики искусственного интеллекта. Это очень важно. Однако, как член парламента и законодатель из ЮАР, я хотел бы напомнить нам, что нам нельзя допускать наличие цифрового разрыва между имущими и неимущими в этом мире. Нам необходимо более широкое участие законодателей с одной стороны из стран Большой Семерки, а с другой стороны из других стран и стран БРИКС, которые могли бы принимать участие в этой важной дискуссии. Новый цифровой разрыв, то, что порой в Африке, например, называют новой формой искусственного империализма. Вот это то, чего нам нужно избегать любой ценой. Именно поэтому такие многосторонние форумы, как форум по управлению интернетом, должен использоваться в качестве платформы для сотрудничества во благо человечества. Мы должны постоянно стремиться к повышению инклюзивности в рамках таких форумов и охватить все демографические и географические аспекты инклюзивного участия, создавать дополнительные возможности для участия женщин и молодежи, для полноценных участий в нашей работе, и также привлекать парламентский союз, который представляет членов парламента всего мира. Парламентское направление является платформой для дискуссии и честной оценки роли, которые должны сыграть парламенты в формировании большего доверия к интернету, к которому мы стремимся. И в рамках этих дискуссий подчеркивалась необходимость регулирования и законодательной деятельности. Именно члены парламента должны принимать законы, они должны следить за соблюдением национальных интересов. Однако, как только мы подходим к законодательному процессу, мы должны четко понимать, что именно мы регулируем и почему, а также кому принесет пользу эти законы. Польза и защита должны распространиться на граждан страны, чьи личные данные и безопасность должны быть защищены законодательным образом. Необходимо обеспечить сбалансированность между защитой молодежи и защитить их воздействие технологии, и, с другой стороны, защитить саму технологию. Регулирование не должно мешать развитию технологий. Необходимо обеспечить такую сбалансированность. Таким образом, члены парламентов представляют население, и именно им доверили создание необходимых законодательных механизмов для обеспечения защиты прав и личной жизни граждан, а также для обеспечения их безопасности. Да, мы должны знать о том, что есть обеспокоенность, связанная с нарушением неприкосновенности личных данных, угрозы, связанные со слежкой, с использованием искусственного интеллекта. Однако мы должны помнить также о тех благах, которые могут быть связаны с этими технологиями для наших народов. Поэтому мы должны быть прозрачными и подотчетными, а также инклюзивными в нашей деятельности и делать так, чтобы на национальном уровне были приняты договоренности и с тем, чтобы принимаемые меры были сформулированы таким образом, чтобы они были понятны нашему населению, с тем, чтобы политики разрабатывают различные нормы и стандарты. Но при этом все заинтересованные стороны также должны быть подключены к этому работу, так же, как и те, кто находится на передовой в разработке искусственного интеллекта. Я убежден в том, что искусственный интеллект не представляет из себя экзистенциальной угрозы будущему человечеству. Изменение климата и стихийное бедствие, связанное с изменением климата, вот что представляет из себя угрозу человечеству. Давайте же использовать технологии и поощрять использование технологий, в том числе для того, чтобы лучше прогнозировать стихийные бедствия, прогнозировать изменение климата, прогнозировать глобальные пандемии, для того, чтобы распространять всеобщее здравоохранение, включать гендерную проблематику во все процессы и для того, чтобы обеспечить цифровую грамотность всем. Я хочу в завершение процитировать африканскую поговорку. Хотите идти вперед быстро – идите в одиночку. Хотите уйти далеко – идите вместе. Так давайте же сделаем так, чтобы никто не остался за бортом. Благодарю вас за внимание. Я благодарю вас, уважаемый, ваше превосходительство, господин Фролик. А теперь слово предоставляется господину Махежу Касару, который является старшим вице-президентом симфонического орхиста Ракутен. Он выступит с приветственным вам в слово. Благодарю вас, заместитель генерального секретаря ООН, генеральная ассамблея ООН, министры внутренних дел, министры коммуникации, правительство Киота, уважаемые участники форума. Истекшие пять дней мы в разных форматах обсуждали вопросы управления интернетом. Однако позвольте мне подчеркнуть еще один аспект нашей дискуссии. То, что также звучало в последние пять лет. В 2011 году ООН назвала интернет главным инструментом соблюдения прав человека. Что интернет, который должен был помочь людям воспользоваться правами слова и выражения своего мнения. Несмотря на усилия крупнейших игроков в интернете по предоставлению связи и финансовой доступности, миллиарды по-прежнему не подключены к интернету. Как говорили наши стипендиаты от молодежи, интернет должен быть инклюзивным и финансово доступным. Нас глубоко беспокоит то, что миллиард детей не имеет доступа к интернету дома. Отсутствие доступа к интернету мешает их развитию, мешает прогрессу всего человечества. Наша отрасль может и обязана решить эту проблему. Моя организация Ракутен в качестве своей миссии самого создания нашей организации определяет в качестве своей миссии и расширения возможностей в обществе. Интернет действительно обладает возможностью раскрытия потенциала всех. Для этого необходимо подключение. С тех пор, как запустили мобильную связь, мы говорим о демократизации глобальных телекомотраслей, для того чтобы такое изменение стало возможным. Я рад тому, что вхожу в команду Ракутен, что мы возглавляем инновацию в глобальной телекоммуникационной отрасли, поскольку у нас есть полностью виртуальная открытая технология. Благодаря этим изменениям мы даем возможность сотрудничать с правительством, регулирующим органом и целым организациям и предприятиям, которые могут использовать наши открытые технологии, повышать разнообразие и обеспечивать затратно-эффективное разворачивание технологии, обеспечивать подключение к интернету миллиардов людей, которые сейчас не имеют связи. Спасибо. Большое спасибо, господин Касар. А теперь я хочу пригласить на сцену господина Родни Тейлора, который является генеральным секретарем Карибского союза по телекоммуникациям. Прошу вас, вам слово. Уважаемые дамы и господа, добрый вечер. Для меня огромная честь выступать сегодня вечером и в 2017 году. Когда мы создавали Барбатское отделение интернет-общества, мы также создали первый IGF в нашей стране. Тогда в течение двух дней мы вели диалог по важнейшим вопросам, в том числе обсуждали, что из себя представляет управление интернетом. И также мы тогда давали должное людям, в том числе Бернадет Луис, которая сейчас является отделением СТО. Мы отмечали ее качество первого, первую женщину в этой должности и говорили о достижениях СТО. И также первая женщина за 120-летнюю историю СТО. Мы говорили о том, что она также была лидером на IGF 2005 года, который проводился по запросу Карибского сообщества Коррекома. Это самый старый IGF в истории. Мы будем праздновать 20 лет в 2024 году. Простите меня, я каждый раз, подходя к микрофону, говорю об этом, но мы очень гордимся этим фактом. Карибский IGF создал политические основы, которыми руководствуется государство в вопросах управления интернетом. И там перечислены варианты, которые можно учитывать в области глобального сотрудничества. И это то, что нашли отражение в IGF+. Мы также участвовали Аллен Эмтиш. В 1989 году Аллен Эмтиш придумала и создала Арчи. Первый поисковик в интернете. И таким образом стал первопроходцем он с Барбадоса. И мы гордимся этим, гордимся его достижениями. Аллен был одним из основателей интернет-общества. А после, в 2017 году, оказался на доске почета. Мы тогда взяли интервью его родителей. И они сказали, что они понятия не имеют, чем он занимается. Но поняли, что он занимается чем-то важным, когда он начал ездить по всему миру и знакомиться с Винсерфом, с Джоном Пастеллом и с другими знаменитостями. Я упоминаю эти примеры для того, чтобы продемонстрировать вам насколько сложный взаимосвязанный мир. И решения чаще всего возникают тогда, когда есть возможность прислушаться к разным точкам зрения, к людям с разным опытом. Город, в котором прозвучали голоса малых островных развивающихся государств и дали возможность укрепить сотрудничество и цифровую дипломатию не только здесь, но и на других платформах, например, в составе ИКАНа, в МСЭ и в Глобальном цифровом договоре. В прошлом году мы провели IGF и выступали за то, чтобы на следующей международной конференции малых островных государств, которая пройдет на Антигу и Барбадусе в мае до саммита будущего, уделялось особое внимание управлению интернетом. Кроме того, мы озвучиваем точку зрения малых островных государств с точки зрения будущего управления интернетом, рассказываем о том, что результативно, что нет в основных государствах, и в том, что касается многостороннего подхода, там, где у одной страны один голос, вне зависимости от размера, это одно. Но процесс участия множества заинтересованных сторон, тем не менее, требует больших ресурсов для полноценного участия. Вчера поднимался вопрос о необходимости увеличения поддержки и больших связей для региональных форумов, и необходимо для того, в том числе, чтобы можно было привлекать больше внимания к этим дискуссиям с интересованных сторон и привлекать ресурсы, обеспечивающие полноценное участие. Если говорить о глобальном цифровом договоре и про его и плюс 20, то это можно охарактеризовать следующим образом. Эта платформа не идеальна, но она дает возможность нам обмениваться мнениями и учиться на опыте друг друга. Коллективным образом мы можем сформулировать решение проблем кибербезопасности, тренирования защиты детей, онлайн, регулирования или нерегулирования искусственного интеллекта и так далее. Форум по управлению интернетом, к которому мы стремимся, даст нам интернет, который нам необходим. В завершение я хочу поблагодарить правительство Японии, принимающую сторону, за великолепную организацию мероприятий и за гостеприимство. Япония – это друг Карибского региона. Я первый раз приехала в Японию более 20 лет тому назад благодаря поддержке Организации международного сотрудничества Японии. И я тогда очень многое узнала. Это помогло мне профессиональным образом и способствовало моему личному развитию. Я хочу еще раз поблагодарить группу руководства за возможность выступить. Надеюсь, что я правильно это произнес. Большое спасибо за внимание. Благодарю вас, господин Тейлор. А теперь я хочу попросить выступить госпожу Сильвию Каденок, которая является исполняющим обязанности генерального директора АПНИКа Интернет-Общества Азиатско-Тихо-Арганского региона. Добрый вечер. Меня зовут Сильвия Кадена. Для меня большая честь обращаться к вам от имени технического сообщества. Позвольте мне прежде всего выразить глубокую благодарность правительству Японии, Министерству внутренних дел и коммуникации. И всем членам команды мы очень благодарны за их усилия и благодарим их за великолепную организацию этого форума. Мы надеемся на то, что IGF оставит наследие, которое позволит увеличить участие японского сообщества с тем, чтобы на следующих форумах по управлению интернетом громче звучал голос Японии. Техническое сообщество отвечает за разработку и функционирование единого функционально совместимого интернета. Коллективным образом на нем лежит обязательство по направлению номерных ресурсов, разработке протоколов, основных инфраструктурных элементов и так далее, что способствует жизнестойкости, устойчивости, надежности эксплуатации интернета. И то, как интернет появился во время пандемии, продемонстрировало выполнение этих характеристик. Развитие моделей с участием заинтересованных сторон очень важного. Призываем все заинтересованные стороны вновь продемонстрировать свою приверженность и поддержку процессов и институтов, благодаря которым интернет продолжает работать и возможна его эксплуатация, потому что стабильность и хорошее состояние интернета так важны для международного сообщества. Технические сообщества всегда стремились к взаимодействию между разными заинтересованными сторонами путем подвижения дискуссий, активного сотрудничества память по интернету и другие работы по региональным регистраторам в поддержку развития интернета уже были представлены, в том числе наша поддержка и финансирование наращения потенциала исследований и научных разработок. Я хочу поблагодарить АДЖЕФ за великолепных сценариев и три организации, которые способствовали точкам интернет-мена в Пакистане, в Малайзии и в Мьянме на этой неделе. Подобные инициативы требуют активного участия и сотрудничества гражданского общества, которые постоянно совершенствуются в своей работе. Я хочу включить рекомендации от сессии по цифровому взаимодействию гражданского общества, которая проводилась в нулевой день. Необходима более активная вовлеченность технического сообщества. Нельзя ограничиваться узким пониманием, поскольку вся линейка политических дискуссий отражает полную линейку вопросов, которые важны для управления интернетом. На сессиях представителей гражданского общества предупреждали об опасности политизации, особенно в том, что касается добровольно-технического сотрудничества. Оно должно сохраняться для поддержания открытой архитектуры интернета. В завершение я лично от себя хочу поблагодарить вас. Я принимаю участие в процессах АДЖЕФ вот уже почти 20 лет. И я считаю, что это одно из самых важных моих профессиональных занятий, поскольку я являюсь членом конституционной группы с участием множества заинтересованных сторон. Мы считаем, что еще многое можно сделать, но для меня это очень ценно. И это великолепная возможность обменяться мнениями, расширить мое понимание проблематики и опираться на работу многих тех, кто неутомимо работает ради развития интернета. Но работа эта не завершена. Я приглашаю вас ее продолжать. Благодарю вас, господя Кадена. А теперь я хочу поставить видеообращение господина Дениса Франсиса, который лице-президентом Генеральной Ассамблеи ООН. Господин генерал-секретарь, ваше превосходительство, дамы и господа. Сегодня цифровая среда меняется очень быстро, и технологии представляют нам великолепные возможности и бросают нам вызовы. С одной стороны, это может быть сила для прогресса и добра в нашем мире. С другой стороны, это может приводить к ужасающим последствиям как онлайн, так и в физическом мире. В конечном итоге, решение о том, каким образом добиться прагматического и столь разменяющих хрупкого баланса в использовании технологии, зависит от тех, кто использует технологию. Для того, чтобы расширить возможности для всех людей, нашим приоритетом должно быть искоренение цифрового разрыва и создание необходимых мер защиты. То, что есть неравенство между имущими и неимущими, в смысле технологии, является вызовом в нашем времени. И доступность, и финансовая доступность технологии усугубляется уже существующим неравенством. Лишь 57% женщин используют интернет, а миллиард 100 миллионов женщин в странах с низким и средним уровнем дохода не имеют доступа к мобильным интернетам. Опускаются руки, когда узнаешь о том, что женщины в 27 раз чаще сталкиваются с сексуальными домогательствами, с клеветой, с ненавидженческими заявлениями, чем мужчины. Выходя за границей цифрового разрыва, нужно сказать, что дезинформация и просто ложь распространяется в интернете как лесной пожар и вносит свой вклад, подливает масло в огонь, в конфликт и массовое убийство. Друзья, мы не можем позволить интернету быть местом, где царит беззаконие. Четкие регуляторные рамки в интернете необходимы для обеспечения цифровой подотчетности. Эти рамки должны быть разработаны в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами, правительством, частным сектором, гражданским обществом. Я убежден в том, что цифровой договор предоставит уникальную возможность с точки зрения цифрового сотрудничества, в том числе по вопросу искусственного интеллекта, передачи технологий и учетом прав человека с тем, чтобы новые технологии вносили свой вклад в достижение повестки по сточему развитию на 2030 год. Но достижение этих целей потребует полного пересмотра того, как ведется управление данными и продвижение цифровой грамотности среди пользователей и тех, кто принимает решение. Нам необходимы подобные мероприятия для того, чтобы заинтересованные стороны из различных областей могли встречаться. Я очень благодарен правительству Японии за их действие в рамках этой инициативы. Учитывая темпы изменений, мы не можем позволить себе нагонять, в то время, как мир меняется вокруг нас. Я приветствую эту дискуссию, я призываю всех участников в дополнение к дискуссии и конкретными действиями поддержать свои слова. Я не сомневаюсь в том, что эти действия станут результатом вашего обсуждения. Благодарю за внимание. А теперь завершающее обращение по видео господина Джинхуа Ли, который является заместителем генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам. Ваше превосходительство, уважаемые участники, дамы и господа. Добрый день. Истекшие пять дней были вдохновляющими, очень напряженными, и я очень был рад возможности участвовать в этом. И сейчас для меня огромная радость вместе с вами принять участие в завершении восемнадцатого форума IGF. По любым меркам IGF Киото был рекордным. Восемь с половиной тысяч зарегистрированных участников из 175 стран со всех континентов мира. Здесь присутствовало более ста министров, членов парламентов и руководителей компаний, а также тысячи заинтересованных участников из самых разных сообществ, в том числе женщины и молодежь. Более 160 национальных, региональных и молодежных инициатив IGF, более 35 удаленных центров IGF позволили сотням, а то и тысячам участников принимать участие в удаленном формате и внести таким образом свой вклад в работу этого форума. однако цифры это еще не все. Из этих цифр следуют важные выводы, понимание, итоги и основные тезисы, которые позволяют нам формировать политику. Я предлагаю вам ознакомиться с этими важными итогами. Во-первых, основные тезисы, во-вторых, доклад по результатам IGF, в-третьих, итоговые документы IGF, парламентские и результаты деятельности и саммит молодежи, в-четвертых, более 300 докладов по результатам сессий, которые вы составили. Я призываю вас делать так, чтобы эти итоги претворились в конкретные действия у вас на местах в вашем правительстве, в ваших сообществах, в ваших организациях. Дамы и господа, истекшие 18 лет можно назвать путем, который прошел IGF, следуя подходу с участием множества участников, подход снизу вверх инклюзивный, и следующие два года будут очень важными в преддверии ВИПлюс 20 и пересмотра мандата IGF Генеральной Ассамблеи ООН. Хочу напомнить вам те три вопроса, которые я задала вам на церемонии открытия. Во-первых, IGF выполнил свой мандат, выполнил поставленную перед ним задачу. Во-вторых, каким образом можно интернет в большей степени использовать для того, чтобы ускорить достижение ЦУР? В-третьих, каким образом может IGF поддержать подготовку к саммиту будущего и принятию глобального цифрового договора? Наши коллективные усилия здесь на протяжении этой недели являются свидетельством того, что IGF выполняет поставленную перед ним задачу. Вместе давайте же делать еще больше, давайте расширим возможности стран и всех заинтересованных сторон для построения инклюзивного, равноправного цифрового будущего, оптимизации возможностей и управления риском. Я хочу поблагодарить вас всех, тех, кто находится в Киото и тех, кто со всех уголков мира участвовал в работе форума. Наконец, от имени ООН я еще раз хочу поблагодарить вас и выразить нашу громадную невероятную благодарность правительству Японии за щедрость и за гостеприимство. В будущем мы проведем саммит в Риаде и я выражаю свою поддержку Королевству Садовской Аравии и хочу сказать, что Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам и готовы полностью оказывать вам поддержку. Прощай, Киото, до встречи в Риаде. И заключение мы покажем вам правительство, видео, записанное правительством Саудовской Аравии. Коммуникация. Коммуникация это важный фактор для людей. Начиная от малышей, которые лежат в своих колыбельках, до того, как мы с вами налаживаем коммуникацию через интернет. Это важный аспект в жизни взрослых людей. Интернет предоставляет неограниченные возможности общения и коммуникации для людей, дает нам возможности, которые позволяют всем раскрывать свой потенциал в области креативности, вдохновления и любознательности. Интернет помогает нам обогащать наши жизни, налаживать связи и сокращать дистанцию между людьми. Интернет может помогать нашим надеждам сбываться и помогать нам черпать вдохновение для новых целей и мечтаний в многообещающем завтрашнем дне, где креативная энергия людей может превращаться в реальность, становясь новым днем. Правительство Королевства Саудовской Аравии приветствует весь мир на форуме по управлению интернетом в 2024 году в Риаде. Ваше превосходительство, уважаемые делегаты и участники. Мы подошли к концу церемонии закрытия форума. Позвольте мне выразить благодарность от имени Организации Объединенных Наций и Правительства Японии всем участникам за активное участие и продуктивный обмен взглядами. Перед тем, как вы покинете зал, пожалуйста, проверьте, взяли ли вы все свои вещи и не забудьте вернуть приемники до синхронного перевода на стойку у входа в зал. Еще раз спасибо всем и увидимся на IGF в 2024 году. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ